Добрый день, меня зовут Шевченко Виолетта. Я хотела бы провести для вас экскурсию по своему краю. По маленькому селу, расположенной на границе с Россией, на территории села Кинорал с первобытных времен проживали люди. Поселение возникло, можно сказать, на заре человечества, на реке Уй, который местные жители назвали Дом. Ширина реки Уй, на которой расположен наш поселок, достигает двух километров. По всей длине находятся островки Орал. На них селились ремесленники, кочевники, скотоводы. И когда приглашали друг друга в гости, объясняли, что живут там, на острове Кос-Орал или Кен-Орал. Отсюда и пошло название село Кинорал. Со временем на территории появились и племенят кипчаков или кыпшаков. Кипчаки пересекли Волгу и дошли до устьев Дуная. Таким образом стали хозяями великой степи, от Дуная до Иртыша. В период Золотой Орды прославился в этих степях хан Берды. Именно от него и ведут свою родословную казахи, проживавшие на берегах реки Уй. В 2011 году в селе был установлен памятник Берды Ата. Таким образом, наше поколение выразило благодарность основателю рода. На территории села Кен-Орал есть еще памятники. Памятникам ветеранам Великой Отечественной войны. Основан в 1963 году. В память о героях Великой Отечественной войны. В воинах, защищавшую нашу родину от вражеской Германии. Ушло на фронт 186 человек. 126 не вернулись с войны. 34 умерло в послевоенные годы. 76 пропали без вести. Памятник лица войны. Основан в 1985 году. Также посвящается воинам Великой Отечественной войны. На памятнике высечены имена людей, награжденных орденами и медалями. За отвагу, за оборону городов СССР. Горы в годы Великой Отечественной войны. По Касаральскому сельскому округу были награждены 68 человек. Орденами и медалями разных достоинств. Орденом Красной Звезды 12 человек. Орденом Отечественной войны 1, 2, 3 степени 8 человек. Орденом Трудового Красного Знамени 2 человека. Медалью за отвагу 15 ветеранов. Причем трое ветеранов получили награду дважды. Медалью за боевые заслуги 18 ветеранов. Мельников Павел награжден трижды. Медалью за оборону 10 человек. Медалью за взятие освобождения 24 человека. К сожалению, есть у нас еще и белые пятна в истории. 34 пропавших без вести, так и не найдены места их захоронения. Но про одного ветерана может рассказать памятник, поставленный в честь участника Великой Отечественной войны. Оказ Бримжан Улы. Который погиб под Украиной. И считался без вести пропавшим. В 2009 году его останки удалось разыскать. И его сын, который до сих пор проживает на территории округа в 2011 году, привез капсулу землей с братской могилы под Украиной. И возник памятник близ с родняка, в знак уважения и памяти своего отца и жителям поселка Кинорал. Многие жители села гордятся данным постовком, так как хранить память предков – это отличительная черта казахского народа. А чтить ветеранов войны – это святыня святынь всех народов, которые были свидетелями той страшной войны с 1941-1945 годов. Продолжение следует...